Что нам даёт ношение нательного креста на шею? Это царский знак, мы уже с вами сказали об этом. Это некая печать царская, знак нашей принадлежности Господу Иисусу Христу. Сравним это с воинскими некими знаками. Погоны, как карда, какие-то ордена и медали. Это что-то такое, что такое царское и воинское. Знак царя на воинской одежде. То есть это наш паспорт. Вы, может быть, помните, что в древней церкви не сразу крест одевался. Когда крест был под запретом, слово «круз» было запрещено для произнесения в Римской империи вслух уха римского гражданина. Это оскорбительное слово. То есть крест на себя носить было нельзя. Это было невозможно. А носили рыбку. То есть какой-то символ могли носить. И ведь символика христианская, она же многоразличная. Птицы, клюющие виноград. Это же указание на Евхаристию. Две рыбы и пять хлебов. Таких круглых хлебчиков на просморке похожих. Вот две рыбки и пять хлебов. Это древний такой символ в Тапхе. В Святой Земле такой, это напольная мозаика такая. Это древний такой еще катакомбный символ. Там или арфей, играющий на арфе. Или плывущий на спине дельфина. Это мифологический образ, переосмысленный в образе Иисуса Христа. Так изображали символически. Намекали на Христа, потому что он проповедью свою заставляет всю Вселенную служить себе. И много другого такого. Поэтому там вот рыбка, ихфис, это Иисус Христос, Божий Сын Спаситель. Так или иначе, христиане хотели показать, что они помнят Господа, что они Ему принадлежат, что они с Ним связаны. Это аналог обручального кольца на руке женатого человека. Ну, скажем так, это символ нашей веры. Да, это вещественно явленный символ нашей веры. Символ веры, данный через вещество и через предмет. Это предметный символ веры. Вы сказали, что древние христиане не носили крестного знамения. А сейчас это обязательно христианам носить крест? Мы привыкли к этому. И, конечно, мы с трудом представляем себе христианина, который не хочет на себе носить крестное знамение. Мы привыкли к этому так, что уже не мыслим христианство без крестного знамения. А там, где люди живут бедно и не имеют крестов, или там, где что-нибудь еще, они даже выкалывают на себе небольшие крестные. То есть запрещая всякие прочие наколки, те же копты, они не раскалывают свои тела, как это делают современные, так сказать, ну, как-то сдвинувшиеся с рельсов здравого ума. Люди, которые превращают свое тело как бы в артефакт, в объект культурного строительства. И там дырки в неположенных местах, и разрисовки всякие. У них этого нету. У них только одна татуировка разрешена. Это знак креста на руке, на запястье, значит, с внешней или внутренней стороны. Или крест прямо на груди, прямо выкалывают, маленький крестик. Это такое, что ты только с кожей снимешь. То есть это не снимается. Вот это знак того, что, ну, вот все. Как-то когда-то, помню это самое, кто-то из армянских святых говорил персидским персам, когда была война армян и персов, и было выдвинуто требование отрекаться от Иисуса Христа, от христианской веры, то он говорит, что это равносильно изменить цвет кожи. Мы не можем отказаться от того, что приняли однажды. Христианство будет с нами навсегда, потому что оно как кожа не снимается с человека без смерти человека, так и христианство мы не можем отдать. Вот этот крест, он как бы, он то же самое и значит.